Сибирь Есть настоящая отчизна Дон Кихотов Михаил Спиранский В 1767 году Екатерина II отправилась в путешествие по Волге. Находясь под впечатлением от поездки, императрица приказала организовать несколько экспедиций и составить подробное описание всех территорий Российской империи. К реализации масштабного замысла были привлечены лучшие представители европейской науки. В Сибирь отправилась экспедиция знаменитого немецкого географа-естествоиспытателя Петра Симона Паласа. На удивление Омск встретил путешественника весьма прохладно. Начальство крепости просто не понимало значения экспедиции Паласа и до петербургского гостя никому не было дела. Мало того, почта ученого постоянно терялась на просторах Сибири. Да и его самого днем с огнем не могли отыскать, пока он путешествовал по сибирским городам. Представьте, вам передают письмо из рук в руки, а найти вас нигде по стране не могут. И вот пишут, препровождая при всем пакет, полученный здесь от Императорской академии наук на имя господина профессора Паласа, который находится в сибирских линиях в городе Тарь. Но, несмотря на все трудности, Палас считал свою сибирскую экспедицию вполне успешной. Ученому удалось собрать богатейшие коллекции по геологии и ботанике, зоологии и этнографии. Все, что он привез из далекого путешествия из Сибири, сегодня составляет основу коллекций кунсткамеры и музея Берлинского университета. Если визит в Омск Петра Паласа остался незамеченным, то вот других немецких ученых, знаменитых зоологов Альфреда Брэма и Отто Финша, встречали уже с большим радушием и гостеприимством. Организовать экспедицию в 1876 году помог иркутский миллионер Александр Сибиряков. На пользу науки меценат выложил более 20 тысяч марок. В Омске гости побывали на Пасху. Городские гуляния были в самом разгаре. Особенно понравилась немецким ученым джигитовка казаков, когда они на полном скаку подхватывали с земли маленькие клочки сена. Да и пьют в Сибири, как потом вспоминал Отто Финш, все-таки меньше, чем в той же Голландии или других странах Европы. Гости также посетили военную гимназию, будущий кадетский корпус, отметив, что классные комнаты и спальни, учительская, столовая и лазарет – все в образцовом порядке. В библиотеке богатый запас учебных пособий, инструментов и глобусов. И вообще, Сибирская военная гимназия по своему устройству вполне может выдержать сравнение с подобными заведениями в Германии. Один из учителей гимназии Иван Славцов, будучи страстным коллекционером и натуралистом, подарил зоологам чучело редких птиц – 20 экземпляров и свои записки с наблюдениями. А еще помог с отправкой коллекции в Европу. Взамен гости поделились последними европейскими методиками в области таксидермии. Создание чучел в XIX веке было в приоритете у европейских ученых. И консультацию мировых светил омский исследователь мог получить лишь однажды в жизни. Омск немецкие гости покинули 12 апреля 1876 года. Далее ученые отправились в Семипалатинск. Местные жители называли Брэма не иначе, как «Улькин немес» – в переводе «большой немец» или «зор мурын» – «огромный нос». Автор знаменитой жизни животных был действительно необыкновенно крупным человеком с огромным носом. Маленькому же рыжему финшу дали прозвище «бовар», то есть повар, потому что он постоянно препарировал пернатых для своей коллекции. Потом тщательно их общипывал, будто готовил куриный суп. Путешественники добрались до самого Карского моря. Они преодолели более 15 тысяч километров, привезли с собой 550 экземпляров птиц, 150 земноводных, 400 рыб и около тысячи видов насекомых. Вернувшись домой, Брэм не без грусти сказал «Жаль, у нас нет такой Сибири». Самый известный образ нашего города, запечатленный в художественной литературе – это Омск Достоевского. Но было бы обидно, если бы во всем мире Омск знали только как мрачный город, каторги и кандалов. Миллионам читателей Омск знаком как город опасных путешествий и захватывающих приключений. Пусть даже этот Омск и абсолютно фантастический. Роман Жюля Верна «Михаил Строгов. Курьер царя», в отличие от других его произведений, в России известен мало. Между тем, в Европе и Америке это одно из популярнейших произведений приключенческого жанра. Книгу многократно переиздавали и десятки раз экранизировали. Жюль Верн достаточно вольно обращался с историческим антуражем, но весьма точен во всем, что касается географии. Известно, что консультантами у него были Петр Кропоткин и Иван Тургенев. В романе встречаются названия Ишим, Томск, Красноярск, Иртыш, Ангара, Забайкалье. Причем правильно указываются даты оснований городов и численность их населения на тот момент. В 14 главе первой части дается описание и Омска. Завтра утром выдвинутся три колонны и сойдутся под Иркутском. Первая отправится из Якмекска, вторая из Красноярска и третья из Омска. В России роман Михаил Строгов был опубликован с 25-летним опозданием в 1900 году, а широко начал издаваться лишь в 1990-е. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...